Всех приветствую. Очень рада видеть, сколько заинтересованных участников. Мне очень интересно сложился карьерный трек. Базовое образование у меня юридическое и полученное в Школе экономики. Изначально нам говорили о том, что юрист в любой компании или государственных органах – это партнер бизнеса. В ходе карьеры одно из направлений было связано с венчурными сделками, с влиянием и приглашением. В какой-то момент я поняла, что для партнера бизнеса необходимо говорить на языке бизнеса. И в этом, на самом деле, мне очень помогла программа «Корпоративные финансы», потому что комплексность самой программы позволяет изучать финансы не только как отдельные элементы или как какой-то набор предметов. Программа дает возможность погрузиться во все аспекты в теории и на практике, одновременно применяя инструменты в реальной жизни. У меня было полное совпадение и работы, и учебы по направлениям, связанным с венчурными сделками, по направлениям, связанным с интеллектуальным капиталом, интеллектуальной собственностью, и по направлению, связанным с влиянием и поглощением. И большое количество тех инструментов, которые мы изучали в теории, дальше разбирали на семинарах, мы имели возможность применять в реальной жизни, в реальной практике. И в какой-то момент получилась ситуация, при которой я почувствовала и на работе, почувствовали в открытую в моей коллеге-коррелию о том, что у юриста, у человека, который ведет юридическую роль, появилась способность говорить с бизнесом на его языке. Фактически школа финансов дает нам возможность выучить второй язык. Язык финансов, язык бизнес. То есть здесь очень интересно именно для тех ребят, у которых бакалавриат был не финансовый, а управленческий, технологический, гуманитарный, юридический. Вы фактически погружаетесь в новую сферу. С одной стороны, вам что-то аккуратно вводят, потому что есть адаптационный курс. И у вас есть ваш куратор, у вас есть ваши преподаватели, у вас есть команды, которые вас всегда поддерживают, микрокоманды, где вы решаете проект. Тем самым вы погружаетесь в эту среду и учите этот язык. Одновременно, когда ребята с разных направлений, внутри микрокоманды формируется такой микроклимат, который дает возможность обмениваться новыми идеями, новыми решениями. Все вот это позволяет действительно на выходе фактически изменить свою роль в бизнесе от человека, который ведет одно из направлений, до человека, который становится лидером своего направления, лидером своей функции и может перейти от пусть старшего, но исполнителя на позицию и, главное, роль бизнес-партнера в своей команде. Отлично. Значит, юридическое прошлое, ну, бэкграунд, да, первый, не помеха. У нас даже был вопрос, вот, если вдруг нет вот такого, да, первого образования, но я уже тоже отвечала, что у нас и инженеры, и юристы, и журналисты. В этом году выпущена диссертация, тоже написанная совместно, один из авторов на программе Капатиной финансы, девушка-журналист, работавшая в ТАССе, но она написала очень интересную работу о влиянии углеродного регулирования в Западной Европе на стоимость российских компаний. Работа выполнена совместно с еще одним ее коллегой и защищена прекрасно и блестяще. В этом году и тоже готовится статья по этой работе. Счастья!